В Гаге сегодня начали рассмотрение иска Украины против России. Дело касается терроризма на Донбассе и дискриминации крымских татар в оккупированном Крыму. В Нидерландах сейчас находится Елена Зорина. Все подробности первого судебного дня узнаем у неё. Лена, здравствуй. Как прошло это заседание и когда стоит ожидать решения? Да, Наташа, добрый вечер. Ну, сразу хочу сказать, что это первое такое юридическое закрепление обязательств России по выполнению конвенции. И весьма символично, что говорят о военных преступлениях во Дворце мира. Именно так называется здание Международного суда ООН. Украинский правовой ответ на политику России в отношении Донбасса довольно весомый. Делегаты приехали не с пустыми руками, с десятками папок, где содержатся доказательства. В частности, здесь обстрел мирного населения в Мариуполе и Краматорске, автобусов вблизи Волновахи, сбитого малазийского Боинга MH17 и более свежие случаи, как, например, в Авдеевке. В течение двух месяцев с начала 2017-го количество снарядов, которые использовали для обстрела в Авдеевке, оценивается на уровне 15 тысяч единиц. Тысячи невинных украинцев уже прочувствовали на себе смертоносные атаки, а миллионы остаются под неотвратимой угрозой. Предшествовало рассмотрению дипломатическое рукопожатие обеих сторон. Украинскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Гелена Зеркаль. Приехала она не одна с ней. Представители Генпрокуратуры, СБУ, администрации президента. За Москву ответ держит тоже дипломат, бывший посол России в Нидерландах Роман Колодкин. Сегодня в суде был так называемый день Украины. Мы говорили представители Киева, цель этих слушаний – ввести временные меры. Это решение, по прогнозам наших дипломатов, может появиться уже в течение месяца. Аналогичное дело, к слову сказать, по обращению Грузии, было рассмотрено в течение трех недель. Мы просим Россию, первое, обеспечить выполнение двух международных конвенций. А в связи с этим, обеспечить, например, контроль на кордоне, вывести все озброение из ЛНР и ДНР. Мы просим обеспечить права крымско-татарского и украинского населения в Крыму. Уже завтра слово будет за Россией. Российские дипломаты приехали также не с пустыми руками, а с множеством документов. Часть передали только в минувшую пятницу, часть еще часть сегодня. Что в них неизвестно, российская делегация от общения с прессой сегодня отказалась. Что же касается сути этого процесса, то он может затянуться на годы. К примеру, в украинском Минюсте уже озвучили сроки в 5-7 лет. И главный вопрос, выполнит ли Россия это решение, каким бы оно ни было. Мы будем следить за этим процессом. Наталья. Спасибо, Лена. Елена Зорина о том, что Международный суд ООН начал рассмотрение иска Украины против России.